МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У советских людей стало хорошей традицией отмечать революционные праздники трудовыми успехами. Во всех отраслях народного хозяйства развернулось предоктябрьское соревнование за досрочное выполнение заданий 4-го определяющего года 9-й пятеретки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Успешно трудились металлурги, перевыполнив план трёх кварталов. На Нижне-Тагильском металлургическом заводе перед праздниками была сварена юбилейная 100-миллионная тонна чугуна. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Харьковские тракторостроители ознаменовали четвёртый год пятилетки выпуском полуторамиллионного трактора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трасса газопровода «Сибирь-Центр», ключ от которого был вручён москвичам, протянулась без малого на 3 тысячи километров. АПЛОДИСМЕНТЫ Газ Тюмени пришёл в столицу. Большой путь от первого советского грузовика «Ама» до миллионного ЗИЛ-130 прошла наша автомобильная промышленность, справившая своё 50-летие. Всё шире становится фронт работ на Байкало-Амурской магистрали. Порадовали своими успехами труженики сельского хозяйства, Поволжья, Урала, Северного Кавказа, чернозёмных и нечернозёмных областей Российской Федерации, Белоруссии и Прибалтийских республик. Два года подряд по миллиарду пудов зерна засыпает в государственные закрома Украина. Неуклонно возрастал выпуск товаров народного потребления. За 9 месяцев нынешнего года только тканей выпущено на 114 миллионов метров больше, чем за тот же период прошлого года. Достойно увенчали золотой юбилей Республик Средней Азии – хлопкоробы. В годовщине октября они продали государству более 8 миллионов тонн хлопка сырца, количество, не виданное за всю историю советского государства. Ярким выражением заботы партии и правительства о благе народа являются масштабы жилищного строительства, каких не знает ни одна страна. С хорошим настроением встретили трудящиеся нашей Родины годовщину Великого Октября. В канун праздника в Кремлевском дворце съездов состоялось торжественное заседание, посвященное 57-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В Президиуме руководители партии и правительства знатные люди страны, зарубежные гости. С докладом выступил член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Громыко. Наша Родина встречает 57-ю годовщину революции в расцвете своих сил и могущества. Она достигла передовых рубежей социально-экономического и культурного прогресса. В нашей стране создано общество развитого социализма. Успешно осуществляется строительство коммунизма. Это главный итог после Октябрьской истории. Результат самоотверженного труда всех поколений советских людей. Товарищ Громыко подробно говорил о том, как наша страна уверенно решает задачи невиданного ранее размаха. Достаточно сказать, что промышленной продукции за 4 года 9-й пятилетки будет произведено больше, чем за все предыдущее пятилетие. В докладе был дан обстоятельный анализ международного положения нашей страны, которое сейчас как никогда крепко. Товарищ Громыко подробно говорил об успехах в осуществлении программы мира, выдвинутой 24-м съездом КПСС и заявил в заключении доклада, что весь 250-миллионный советский народ сплочен единой волей в достижении великой цели – коммунизма. В день нашего самого большого праздника особо торжественно Красная площадь в четком строю участники военного парада. Трудящихся нашей страны и гостей столицы воинов советской армии поздравил с праздником Великого октября член политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Гречко. Начинается прохождение войск московского гарнизона. Идут слушатели военных академий, каждая из которых является школой высокообразованных командных кадров. Как сказал в приветственной речи министр обороны СССР Гречко, Коммунистическая партия и Советское правительство, настойчиво осуществляя ленинскую политику мира и международного сотрудничества, уделяют неослабное внимание укреплению обороны страны, дальнейшему совершенствованию армии и флота. военный парад на Красной площади показал, что вооруженные силы СССР располагают первоклассной боевой техникой и вооружением, представляют собой могучий боевой коллектив, тесно сплоченный вокруг ленинской партии. Советские воины вместе с армиями братских стран будут и впредь надежно защищать великие завоевания социализма, бдительно стоять на страже мира и безопасности народов. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ